Добрый-добрый-добрый день всем, у микрофона Друг, это студия игрокам ТВ и мы начинаем матч Джоин Доты, обычная лига, обычная, шестой сезон, никаких MLG, никаких PRO, обычные ребята рубятся за немножко денег, ну посмотрим сколько можно уже по элитарке по этой лазить, кто с самых низов в доте не поднимался, тот Доты не знает Ну понятно, что это не будет паб, 2К ММР, ни в коем случае, да и по пикам ребята тут более-менее, я смотрю, за трендами следят, два сингапурских коллектива, поэтому у нас сингапурское дерби сегодня, Kingdom против команды Weights, Weights это сокращенно от We Are In The Zone Ну что, по поводу пиков давайте поговорим с Кайросмак, Зевс, Найт Сталкер и Бэт Райдер для команды We Are In The Zone, ну и со стороны команды Kingdom уже взяли Квинов Пейн, Вич Доктора, СФа и Абадоны, что странно, Кингдом сами забанили в Вайда При наличии Вич Доктора, не очень понятная мне ситуация, но с другой стороны, ничего необычного здесь в принципе и нет, видимо у них свои планы Есть, ну что, Абадон в мете команды Kingdom, что-то новенькое, Тинкер тоже почаще стал появляться, но относительно свежий герой Да и Найт Сталкер, который у нас отыгрывает в роли саппорта, в основном весьма интересная история Ну, в данном случае, кстати, Найт Сталкер-то у нас керри может быть, ну а кому? Если с Зевсом бороться за роль керри, то Найт Сталкер может и победить Ну, касательно расстановки лайнов We Are In The Zone, Бэт Райдер может отправиться в сложную, скорее всего туда и отправится, а потом перейдет в лес фармить себе на даггер А вот Тинкера можно в принципе и в легкую отправить При саппортинге от Найт Сталкера и Скайросмага Тинкер неплохо в принципе выфармливает, ну и Зевса отправить на мид Либо НС будет фармить легкую Зевс, Скайросмаг, Саппорты Тут по стилю игры этих ребят понятия никакого не имею, ну я думаю вы сами первый раз в первой зезон смотрите Так что тут сильно не флеймите, если вдруг наплужу Со стороны команды Kingdom, Queen of Pain, Witch Doctor, SF, Abaddon, Dragon Knight SF скорее всего отправится на мид от Лихонки Йому Конпаку будет играть на квапе, я думаю в легкой фармить А вот Dragon Knight вообще сумасбродный пик просто Три мидлейнера от команды Kingdom ДК здесь, здесь квапа и здесь SF Кого ставить на мид понятия, не имею ни я, я думаю ни Не вы тоже, ну сейчас посмотрим, что там да как В принципе по запаку относительно понятно все сейчас будет У Abaddon у нас в арде это все ясно, здесь тоже все на саппорта SF приобретает, не приобретает, точнее получает здесь два Танго это значит, что будет SF у нас собирать на боттл Квапу смотрим У Квапы Затар уже есть как раз для лайнер, Ring of Protection 8 танго, вард Обезопасить себя Queen of Pain скорее всего пойдет у нас в сложную линию Ну и Dragon Knight Dragon Knight 400 на руках имеет 1 Одна пачка танго Скорее всего отправится, я думаю, в легкую фармить Все, ну здесь тоже Вейтс веселый такой пик сделали, поэтому надо посмотреть и понять кто за кого И кто куда Ну Зевс скорее всего на саппортах Приобретает себе Clarity Манга один есть, ну и Значит потратился на Курьера Смотрим Провелл, нет, 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 нет Чей Курьер? Кто купил? Непонятно Ладно, ну видно, что у Зевса денег меньше, чем могло бы быть 150 здесь стоит танго По-моему Сейчас глянем Манга точнее, да, 150 манга Clarity 50 это 200 Здесь еще 100-300 Ну и здесь 150-450 Ну да, наверное Курьера приобрел все-таки Зевс Скорос Макс Саппорт Здесь Бэтрайдер сложная Ну и Найт Сталкер Найт Сталкер приобретает себе Стаут Шилд, танго и Хилинг Селф Хороший запак для В принципе, паб-фарма Поэтому я думаю, что Найт Сталкер Скорее всего отправляется у нас фармить Легкую линию Бэт отправится в сложную Тинкера отправят на мид Все Никакого издевательства над дотой Все, в принципе, по классике Мем с артстайлом перевели на английский Это же насколько много у людей свободного времени Паба отправляется в сложную Пока что за ней идет Абадон И Unhappy I Happy На Драгон Найте Ну, в принципе, большинство игроков команды Кингдом смещается у нас на топ руну Сф в это время идет вниз У Сфа по запаку Сф меня Подколоть решил, я так понимаю Ну, хотя может и переместиться в итоге на мидлейн По-прежнему у него два чужих танга Своих пачка Race Band для SF А для фарма тоже имеется Ну, ждем встречи В принципе, что тут говорить Команды для меня относительно новые Да и Сингапур сам по себе Как страна На дота сцене для меня лично Новая Да и для доты, я думаю, Сингапур Относительно новая команда Не считая редкие коллективы Которые у нас Сияли где-то на просцене Ну, данные коллективы точно Не входят в их список Ну и в принципе и турнир Такой, что третий уровень Важности, поэтому неудивительно Что здесь громких имен Мы с вами не услышим Ну, будем смотреть В принципе, может быть Здесь будут находки Какие-то по стратам Которые потом серьезные коллективы Смогут себе перенять И гляди кто-то И пару миллиончиков на интернешнале Стратой команды Кингдом Что-то выиграет Пока что страта просто Полоумная Как по мне СФ отправляется в легкую Здесь уже стоит Бебили на Бетрайдере Драгонайт в Мидлейне Против Тинкера Тоже сомнительная перспектива Ну и Квапа Фармит сложную Помогает ей Абаддон И в лесу пока что здесь Икс ФЗ На Вичдокторе Занимается отводами Ну, СФ стоит здесь в соло Бетрайдер вообще не выходит Получает немножко только экспириенса Но в целом Не касается СФ вообще Unhappy I happy Три на один по крип статусу Здесь три на нолю Тинкера Через Брисфайр Фармит у нас Драгонайт Ну тут Тинкер старается Оставлять ДК вообще без возможности Попасть рукой В основном лазер И лазер нон-стоп Второй левел Вообще без прокачки Оказался у нас для Тинкера Ничего себе не вкачал Ждем Я думаю что-то да появится у Тинкера Квапа Шадоу страйк у нас В Найт Сталкера Вио отсюда отходит Найт Сталкер фармит Три на два У него крип стат Ну сейчас в принципе По крип стату Никто особенно не выделяется Единственный кто Серьезно себя чувствует Это ДК У ДК заканчивается мана Но есть уже Боттл Для Тинкера Боттла еще нет Зато есть Нул Талисман Фармить немножко полегче Чем ДК Даже несмотря на то Что ДК у нас миличный Ну что у нас первый замес Ловят здесь Абадона Абадона в итоге у нас разваливает Фестблат забирает себе Зевс Заквапой дальше Квапа Блинкаут 1-0 команда Вейтс повела Фраг забрал себе Зевс Ну понятно что и для Инесса Перепала все таки Ассист Тоже дело неплохое Тем более на ФБ Ну по голде 460 Вейтс По экспириенсу 189 Ну это начало матча Какие тут вообще экспириенсы Забудьте Драгонайт на Миндлейне 12 на 2 У Тинкера 9 на 3 Тинкер на самом деле Тут немножко Проседает от ДК У ДК уже почти 5 левел У Тинкера только 4 капнул Вот и независимо от того Что ДК Не Нюкер у нас Не рейнджевик Формить ему неудобнее Чем Тинкеру Тем не менее ДК у нас В плюсе В любом случае 12 на 9 Также у нас У СФ Команда Кингдом по фарму Должна давить Своих оппонентов Нет Так не происходит ФБ свое дело Сделал И 300 в плюсе Команда Вейтс Ну и Кингдом По экспириенсу Зато в плюсе На 300 опережают Своих оппонентов Что по данной страте Можно вообще сказать Страта Сугубо Индивидуальная Какой-то Страты общей Например Войт Плюс Магнус Например Или Войт Точнее Плюс Вичдоктор Нет Ничего этого здесь нет Каждый герой Индивидуальный Каждый сам по себе У нас будет Заниматься убийствами Ну в принципе В куче Все вместе Очень даже Ничего так смотрится Абадон полезен В любом случае Вичдоктор полезен В любом случае ДК в любом случае Ну 5 хороших игроков Сказать что это Какая-то особенная комбинация Нет Тут сказать так не могу В принципе набор Героев Видимо которыми Хорошо Игроки умеют играть Со стороны команды Вейтс Тоже глобал Какой-то комбы Не видно Бэтрайдер Лассо А дальше Бит руками Отстреливать Много нюкеров Это да Здесь тебе и Скаросмак И Зевс И Тинкер Да и Найт Сталкер у нас Нормально так сойдет Со своим вайдом С ничтожным КД Вообще на данном спеле За нюкера Поэтому Вейтс в принципе Где-то к мидгейму Должны уже Команду Кингдом Очень даже сильно напрягать Пока что Кингдом по золоту Выигрывает 600 По экспириенсу 700 Перефармливает Кингдом своих оппонентов Несмотря на ФБ Вио Пошел дальше За Квапой Ловит у нас Еще и Абадона Переключается на него На Фотик Шилд на Абадоне Шилд сбивают Ну и через 3 секунды Будет Войт Я думаю до конца Пойдет у нас Вио Абадон в итоге У нас денается Ловят теперь Квапу Квапа бы в Скримов Пейн И в принципе Найт Сталкер умирал Но рискованно В принципе Было Могла и Квапа Сама подслиться В итоге Этого файта Один в один Разменялись В плюсе Оказались Игроки команды Кингдом Заработали 190 голды И 220 экспириенс По голде Они выигрывают Полторы тысячи По экспириенсу Полторы тысячи На пятой минуте Нормальный Ощутимый Вполне себе Плюс Бэтрайдер Ловит у нас Каски Только один Стак Все В принципе Бэт свободен Уже И может файтиться Разваливается Скайросмаг Пришел подфидить У него великолепно Это получилось И вслед за ним Отлетает Бэтрайдер Ммм Ммм Так дота Не делается 3-2 Становится счет Кингдом Забирают Сразу Двух игроков Они до этого Выигрывали По золоту А теперь Наверное Вообще В отрыв 780 По голоде Для них 590 По экспириенсу За один файт Сейчас уже На пятой минуте 3000 золота Кингдом И 2,5 Даже 3 Экспириенс ДК Перефармливает Мидлейн Квапа Перефармливает Сложную Сф Перефармливает Легкую За квапой Выдвигается Здесь Найт Сталкер Квин оф Пейн У тебя есть Скрим оф Пейн Просто юзай его Думать даже нечего Юзаешь КД 7 секунд Просто пока есть Мана Юзай Скрим оф Пейн 1400 По голде На руках у нас У Квапы Пока что Ничего себе Не приобретает У Драгон Найта В данный момент Появляется Уже Пауэр Трэдс Есть Боттл 350 на руках У Тинкера 400 на руках После Боттла Тапка И Нул Талисмана Далековато Конечно Тинкеру Еще до Бутсов Тревел 3-2 Счет По золоту Кингам 3 в плюсе Так Квапа у нас Проседает по хп На топ лейне Ну и здесь Нашли чем развалить Верхняя от Зевса Нижняя от него Живоит От Найт Сталкера Ну и чем мог Скайрас Маг помог Своей команде По золоту Должны неплохо Подняться За одну Квин оф Пейн 550 по галдей И 543 И 543 по экспириенцию В последнее время ДК стали часто брать Раньше Такого не видел Да Полностью Согласен ДК у нас Снова Входит в мету Это интересно Потому что В лейте Это не ДК Это чудовище Самое настоящее Конпаку Дальше За Тилксиром Под Тавер Могут в принципе Прыгать и убивать Это не сложно Скрим оф Пейн А Скрим оф Пейн Просто клопа не юзает Никакого желания Еще один фраг До команды Кингдом Они выходят вперед 4-3 По золоту Как были впереди Так и остаются Приходится дан Хэппи-ай-хэппи Седьмой левел Драгон Найта Можно в принципе И танковать Тавер И бить его Ну всего Предостаточно У ДК Для восьмой минуты За пак Нормальный Ничего лишнего Ничего недостающего Все в принципе В порядке Тавер падает Команда Уэйтс Даже не собирается Его дефать Это не их дело У Бэтрайдера В это время Появляются Транквил Буцы Кларити Ну и 480 На руках Где этот даггер Непонятно Восьмая минута Бэтрайдеру бы уйти в лес По-хорошему Но здесь в лесу Формит Тинкер Как я понимаю Сф на мидлейне 49 на 23 Тинкер Ой точнее На легкой 49 на 23 41 на 7 У нас Драгон Найт И 30 на 4 Тинкер Тинкер пошел У нас Дефать Т2 Машинки уже бьют По квапе Квапа Ничего пока не приобретает Как я понимаю Нет Квапа все-таки Купила себе ПТ наконец-то Есть ПТ Есть Рингов Базилус У Драгон Найт Здесь Ну посмотрим Может и квапа У нас Ворвется Сейчас и Развалит всех Да Зевса здесь 100% забирают С Крим оф Пейн Зевс у нас По кустам Будет пытаться Сделать ТП-аут Нет Не получилось Добили Причем добили Крипы Фраг отдали В итоге Квин оф Пейн 5-4 Становится Счет По золоту В данном файте 375 для Кингдом И 300 По экспе Для них Правда 380 по экспе Получили вейтс По голде Кингдом 4.5 По экспириенсу Почти 3 Для них Ну квапа Ничего не боится Тут такая игра Что в принципе Непонятно чего бояться Непонятно откуда Беды ждать Команда Вейтс Сама по себе Смотрится Не алло Абсолютно Тинкер До сих пор У нас без Тревелов 650 у него Всего лишь на руках Сейчас еще и в таверну Отправится 400 на руках Бутсов Тревел Может и не появиться В этой игре Просто-напросто Преимущество Очень крутое От Кингдом Еще ловит у нас Стан Скайросмаг Минус Скайросмаг 7-4 Впереди Команда Кингдом Вроде бы немного Всего лишь 3 фрага Но посмотрите На золото Золото Рикотич Для команды Кингдом А вейтс Просто проседают 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 И проседают Команда у них Называется Where in the zone Добавить надо Where in the zone Without farming Ничего в принципе По фарму Вообще не вывезли 7500 уже выигрывает Кингдом По золоту На 10 минуте И 5000 По экспириенсу Но это много В левелах Давайте я на левелах Переключу Вы просто-напросто Убедитесь Девятый левел SF Девятый левел Dragon Knight Тинкер Восьмой левел Квапа Седьмой Седьмой Бобили И дальше Шестой Шестой Пятый И четвертый Левел До сих пор Зевс на 11 минуте Вот-вот только пятый Насобирал Три топ-левела На карте У нас За командой Кингдом По Нетворцу Три Нетворца На карте Первых За командой Кингдом И тут даже В пыль Вообще не попадает У нас GreenW На Тинкере Он отстает На целую 1200 От своего Ближайшего Вообще Опережателя Поэтому Ну поэтому Пропасть Громаднейшая Я уже молчу Об Сэфе У которого 6000 Нетворца А Тинкер У которого 3200 Ну Страшно Конечно Для Уэйтс Все Развивается Кингдом Даже под Машинками Выходит у нас На Тауэр А Фотикшил Положили на Анхэпи Ну он и без этого Тут не сильно Проседал Сразу в ульту Драгонайн Будут ловить Здесь Вео Сайленс Под Рагонайто А Фотикшил На него Пытаются его Выкилить И получается Очень даже Неплохо Сэф Развольтился В никуда Но забрали Двоих игроки Команды Кингдом Машинки Просто Она подходит Двоих Забрали Кингдом Третий Отправляется В таверну Это Бэтрайдер Бэтрайдер у нас Умирает В лесу И причем Умирает по моему От Вичдоктора Так и есть Вичдоктор у нас Даже Дезвард Не провязал Просто через Меледик Через каски Через удары С руки Развали Он Хэппи Еще Половина Ульта Поэтому Можно В принципе Смело Давить Двенадцатая Минута Тридцатая Секунда Преимущество Десять с лишним Для Кингдом И пять с лишним Для Кингдом По экспириенсу Куда хочешь Иди Хочешь Убивай Рошана Хочешь Пуштовара Хочешь Смещайся вниз Сноси линию У команды Кингдом Тут поле для деятельности Огромнейшее Ну и они выигрывают Много По Фарму Это означает Что по артефактам Сейчас пропасть Громаднейшая Будет Ну понимаете Двенадцать тысяч Или Да Наверное Двенадцать тысяч На Тринадцатой Минуте Ну по тысяче В минуту Непонятно Как это вывозить Вообще Ну что По итогу По итогу По итогу По итогу Давайте обсуждать Этот матч Чем он у нас Закончился Ну что не закончился Но дело идет к этому И я как-то не вижу Какой-то потенциал У команды Вейтс Который Который помог бы им Раскрыться в лейте Например Тут к лейте Некому раскрываться Здесь есть квапа И здесь есть Драгонайт с СФ Который к лейте Раскроется так Что Вообще У команды Вейтс К лейте Только тинкер Может раскрыться Ну Квапа тут Соло разваливает Тинкера Киллинг спри Уже Так Квапа Собирается у нас В Блейдмейл Юйой Только сейчас Увидел В Блейдмейл Собралась квапа И развалила Тинкера на Мидлейне Без проблем Абсолютно Не юзая Суниквейв Спокойненько И простенько Так Фичел У нас спрашивает Игра Бест оф 3 Нет Эта игра Играется в формате Бест оф 2 Это все более Все большую популярность Набирает Данный формат Фактически Это два матча Бест оф 1 За каждый матч По отдельности Получаются Пойнты Ну и по итогу Окончание Бест оф 2 Суммируется Все И за одну победу Допустим Одно очко Дается команде Выиграл 2-0 В данном Бест оф 2 Получил 2 поинта Сыграли 1-1 По одному очку Каждой команде Ну и проиграл Соответственно Тоже можете понимать Ну как бы Вроде как бы Кингдом По идее 2-0 Должно закончить Данный Бест оф 2 Судя по игре Я не против совершенно Команды Вейтс Они мне очень даже Никак Вот Это в принципе Как и команда Кингдом Но видно просто Уровень Разный уровень команд 13 тысяч Кингдом По золоту По экспириенсу Тоже Достаточно мощная Вейтс Здесь оплошали Еще на стадии пика Как по мне Они набрали героев Которые сами по себе В паре Имеют очень сомнительный стак Очень сомнительный То есть для этого Тинкеру надо много золота Для этого надо Бэтрайдеру Много золота Для этого Должен Зевс Получить левел Зевс у нас На 16 На 16 минуте До сих пор 5 уровня Ну и Скайросмак Должен хотя бы не умирать 0-5 идет Скайросмак То есть врывы Все Бэтрайдер кого-то вытаскивает Мы убиваем Проблема просто в том Что здесь есть СФ И есть Квапа Поймали ДК СФ и Квапа Всех разваливает Поймали Квапу В Лассо Разваливает всех СФ И Точнее Поймали ДК В Лассо СФ и Квапа Разваливает То есть понимаете Абсолютно Ну это издевательство Уже 14-4 По золоту 15 тысяч По экспириенсу 8 тысяч В пользу команды Кингдом Выходят на Т3 По мидлейну Я думаю Вейтс Новички в доте Но при этом При этом хотели Поиграть подольше Не получилось 16 Минут 12 секунд Команда Вейтс Не выдерживает Дезвард у нас Еще и напоследок От Вичдоктора Просто посмотреть Как он там Работает Ну что В принципе все В принципе Первый матч у нас Заканчивается Мы переключаемся На вторую катку Через 2-3 секунды И Смотрим Ее Как там будут Протекать дела Сейчас узнаем 16 минут Да это просто Рай вообще Для всех Кто не любит Долгую доту Вот Поэтому пока что Не переключайтесь Если кто новенький У нас есть Подписывайтесь На наш канал На Твиче Заходите в группу Вконтакте Подписывайтесь там Ну и на канале Ютуб Тоже будем рады вас видеть Напомню еще раз Это студия Игрокам ТВ С вами Друг в эфире И услышимся Через 2-3 минуты Пока команды Пересадут Дадут лобби Зайдут И мы подключимся К катке Все До связи Услышимся Через Минимальный Отрезок времени Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Егорова